В этот четверг председатель Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников провел выездные рабочие встречи, в ходе которых оценил реализацию основных инвестиционных проектов предприятия. Первым объектом стал уникальный в масштабах страны проект строительства парка «Притяжение». В данный момент на территории идет активное возведение основных зданий парка. Уже закончен монтаж инженерных коммуникаций, полностью завершены монолитные работы по двум капитальным объектам – инфоцентру и фудмолу. Вместе с инициатором и главным инвестором уникального проекта отчета о проделанной работе выслушали глава города Сергей Бердников и генеральный директор ММК Павел Шиляев. Евгения Солохудинова продолжит тему. Работы в парке «Притяжение» не заканчиваются ни на минуту. В режиме 24 на 7 в Магнитогорске реализуется уникальный в масштабах страны проект по преобразованию городского пространства. Напомним, старт большой работе был дан в 2019 году. В начале 2022-го уже можно оценить масштабы проделанного. Все работы идут в соответствии с графиком, соответственно, подрядчики все на местах работают. Сейчас мы с вами находимся непосредственно на будущей центральной входной группе. Сейчас здесь проходят монолитные работы по следующим благоустройствам. Позади меня располагается информационный центр, который будет встречать гостей, предоставлять всю необходимую информацию. Председатель Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников плотно курирует ход строительства парка. Как инициатору реализации проекта и главному инвестору, ему всегда интересно выслушать подробности. Сегодня вместе с главой города Сергеем Бердниковым и генеральным директором ММК Павлом Шиляевым он ознакомился с тем, как ведутся работы. Рассчитано ровно под корневую систему тех растений, которые высаживаются. И получается по южной части, вот тоже там четыре куба. Здесь у нас получается все это плита, потом все это мастится гранитом. Поднимаемся на входную группу, где армирование, это уже у нас фонтан. Чаша готова уже, да? Чаша, основание залита. Сейчас уже фонтанград формирует все эти каналы, форсунки. Виктору Рашникову рассказали, по двум капитальным объектам информационный центр и фудмол практически на 100% завершены монолитные работы. Монтаж металлокаркаса завершен на 80%. Строители готовы приступить к монтажу витражей, фасада, кровли и чистовой отделки. Завершено строительство чаши музыкального фонтана. Ведется монтаж оборудования насосных групп и водоподготовки. Для озеленения территории парка в полном объеме заказан посадочный материал. К запуску первой очереди этим летом уже планируется высадить 750 деревьев. Десятки тысяч кустов и цветов. Газоны займут площадь 125 тысяч квадратных метров. Соблюдение всех технологий строительства полностью находится под авторским надзором проектных организаций. Вчера посмотрели этот проект, сегодня уже, как говорится, в очередь посмотрели. Я считаю, что проект сегодня находится в стадии активного строительства. Вы это сами видите, наверное, объекты. Они сегодня уже в монолите и ведется металлоконструкция, монтаж металлоконструкции. Также вот Руслан Витальевич сказал, что чаша под цветом музыкальный фонтан тоже, так сказать, готова. Оборудование получено. Все, что касается первой очереди, мы считаем, что ведется согласно этого графика. Осталось четыре месяца и мы должны для металлурга вот эту вот первую, будем говорить, первую стадию, первую стадию нашего большого проекта запустить. Параллельно ведутся подготовительные строительные работы по возведению остальных объектов парка. В том числе обустраивается большое озеро. Работы по выборке грунта завершены на 95%. Они продолжатся после таяния снега и осушения почвы. Мы уже приступили к возведению двух объектов второй очереди парка. Это озеро на 12 гектаров, зеркало воды. И приступили к возведению объекта холм. Это объект, который будет точкой развлечения, где будут реализованы круглогодичные трассы для тюбинга, сноупарк, лыжные трассы, также круглогодичные. И также для посетителей парка будет доступен зиплайн. Согласно проекту, на территории парка в скором времени также появятся музейно-образовательные комплексы, объекты спортивно-событийного кластера, многопрофильного медицинского центра. Площадь комплекса всех планируемых зданий составит около 100 тысяч квадратных метров. Оставшиеся от 400 гектаров часть территории станет мультифункциональным парковым пространством. Окончательный облик парк обретет в 2025 году и, конечно, станет местом притяжения для горожан и гостей города. Что важно, Виктор Рашников подчеркнул, никакие колебания экономической конъюнктуры и эпидемиологическая ситуация на качество и сроки строительства не повлияют, равно как и на объем социальных инвестиций ММК в целом. Добровольно принятые социальные обязательства перед жителями города являются частью курса развития комбината. Мы из года в год так как-то получается, что в этот объем все больше и больше добавляем средств. Взять следующие. Прошедший год было истрачено порядка трех миллиардов. Какие направления, я тоже думаю, вы это знаете. Это и помощь ветеранам, и помощь пенсионерам, и медицинское направление. Мы охватываем и спортивные направления, мы очень серьезно охватываем и отдых, так сказать, где ведем дотацию, мало то и строительство объектов, социально ведем. Поэтому это направление у нас было, есть и будет. Это наши люди, которые живут в городе, которые работают на предприятиях. Поэтому мы стараемся, чтобы максимально все, что можно сделать, чтобы людям жилось более комфортно.